Во время каникул старшеклассники могут трудоустроиться. Им будут предложены вакансии в школьных ремонтных бригадах, специалистами по благоустройству и вожатыми на детских площадках. Летом в Славянском районе будут работать 50 дворовых площадок, 42 в поселениях и 8 в городе. А это значит, будет трудоустроено 50 несовершеннолетних ребят, желающих подработать во время летних каникул. Для того, чтобы юным вожатым было легче освоить новую профессию, найти общий язык с детворой, Управлением по делам молодежи был проведен специальный семинар «Школа вожатых». Ребят поприветствовал начальник Управления по делам молодежи Олег Смольников. Сегодня вы, становясь юными вожатыми, кто-то впервые, кто-то уже не первый раз, вы, еще раз повторюсь, переходите немножко в другой статус. Вы для ребят, которые придут на площадки, вы для них будете главными, на вас будут ориентироваться, поэтому как вы будете выглядеть, что вы будете говорить и что вы будете делать, это очень важно. Будьте примерами, потому что вы не просто так пришли работать, а пришли работать с ребятами. Ну и я вам желаю провести это лето максимально безопасно, максимально интересно, и чтобы все в сентябре месяце кто-то в школу, кто-то, может быть, уже в техникум будет поступать, чтобы все были счастливы, здоровы, загоревшие и радостно провели это лето. После знакомства с ребятами специалисты управления по делам молодежи провели для них игровые тренинги, направленные на сплочение детского коллектива, выявление лидеров, а также предложили варианты игр, которые можно будет проводить с детьми. Все методики были отработаны на практике самими вожатыми. У нас в хуторе одна единственная площадка, много детей ходит на нее, и надо приучать детей к порядку, будем с ними играть, веселить, в любом случае чему-то постараемся научить. Может, приучим тоже к порядку, у нас будут маленькие помощники хутора. После окончания семинара все ребята получили сертификаты о прохождении школы вожатых. Полученные знания обязательно им пригодятся в работе на площадках. Анна Монастыренко, Георгий Каринин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Каринин, программа «События».